Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале Говорит Маруся Лайф. Этот канал разговорный. Здесь мы ничего не рекомендуем, никому ничего не показываем. Этот канал у нас создан чисто как общение, поэтому здесь, соответственно, если какие-то вопросы появятся, почему нету цен, почему не говорите это, все это на других каналах, все есть. А здесь мы просто с вами как с подружками общаемся, с друзьями, с людьми, которые живут нашим миром, поэтому мы здесь как общая семья большая, ну и, соответственно, делимся некоторыми вещами. И вот сегодня у нас опять покупки были, мы сейчас снимали фикс прайс, обзорчик. Юля говорит, ну что будем нашим на лайфхик-то показывать, что купила-то я. У меня же были тоже покупочки в ближайшие дни. Делала необходимые покупки, но немножко так себя выбаловать. Кое-что для обзоров купили, кстати. Не то, что вот для себя, а именно для обзоров. Потому что, сами понимаете, блогер это тот человек, который должен что-то рекомендовать. То есть мы даем, соответственно, какую-то оценку каким-то вещам. Кстати, очень многие блогеры этим занимаются. Те же самые блогеры, которые ходят в фикс прайс и снимают товары, которые продаются в фикс прайсе, они, соответственно, их тестируют, проверяют качество. И мне очень нравится. Кстати, я вот уважаю таких блогеров, которые тестируют, показывают, потому что действительно придешь и уже знаешь, что это не очень хорошая вещь. И не покупаешь. То есть или качество не очень хорошее, или, допустим, не соответствует своей действительности. Это очень удобно. И поэтому мы тоже стараемся некоторые вещи тестировать, показывать, и чтобы, соответственно, наши зрители получали дополнительную информацию. Это не просто вот кто-то там думает, трата денег, развлечений и так далее. Это та же работа, которую выполняем для того, чтобы вы получили, как говорится, какой-то полезный совет. Ну что, приступим к покупочкам. Да, я сделала очень много покупочек на этой неделе. Но есть покупки необходимые. Это, допустим, связанное с моим сыроделием. Поэтому я вот, допустим, заказываю фермент для сыра. У меня заканчивается. Я всегда беру на озоне. В основе своей я беру полезную партию. Здоровеево тоже очень хорошие у них ферменты. Но вот сколько варю сыр, понимаю, что все-таки вот сычужные ферменты, купленные у полезной партии, самые лучшие. Поэтому опять заказала, закончились, потому что. Покупила воск для покрытия сыра. Это специальный воск. Он идет определенное количество воска и парафинов в определенном соотношении для покрытия сыра. Потому что сыр, если его не покрывать, он начинает покрываться плесенью. Постоянно его нужно мыть. Я в последнее время несколько головок, прям уже замучилась их мыть. И думаю, надо уже заняться покрытием сыра. Хотела латексное покрытие взять. Ну, что-то мне латексное покрытие все равно отталкивает. Почему? Потому что туда входит у нас диоксид титана, а он все-таки не очень хорошо влияет на организм. Я понимаю, конечно, там нет термического добавления, но когда вы его наносите, все равно есть определенное термическое выделение. Конечно, воск для сыра, он тоже имеет парафин, то есть не соответствует натуральному, совсем уж натуральному. Но все-таки лучше, чем латексное. И форму для сыра купила. Я давно ее собиралась купить. У меня большая форма на 2 килограмма, но неудобно. Когда я делаю небольшой объем, 2 килограмма у меня нету, не получается. А получается килограмм. И я вот купила как раз на килограммовый сыр форму. Это для круглых сыров, российский, качета, ламбер. Я давно хотела, но она очень дорогая, кстати, не дешевая. А так как сейчас на Азоне очень много скидок, и я быстренько заказала пока по акции. Все-таки хоть подешевле. Опять же, что я еще заказала, тоже благодаря тому, что там сейчас акции. Вот такие себе горшки. У меня, так как в этом году мы переезжаем в новый дом, и там уже у меня куплены хорошие стойки для цветов. И цветы все в основном у меня посажены вот в такую керамику. Это котовская керамика. Мне ребята уже дарили такие горшочки. У меня все цветы в основном в ней растут. Но много цветов, которые еще требуют пересадки. Поэтому я давай искать не могу найти. На самом сайте нет тех рисунков, которые у меня. Я хотела, чтобы все-таки соответствовали рисунки, которые у меня есть. Но разных размеров. И мне надо было вот таких маленьких емкостей и чуть-чуть побольше. И вы знаете, на озон зашла распродажа. Прямо вот распродажа остатков. Я быстрее заказала. Сейчас покажу, что я на озоне заказала. Это я на Валдберрис заказала. И так обидно. Вы представляете, последних две забрала. И одна пришла колотая. Вот прям расстроилась. Как раз мне две надо было. Так обидно стало вообще. Это вот такая доставка. Теперь уж ничего не поделаешь. А вторая, это на озоне я заказала. И тоже, кстати, второй горшок пришел колотый. А вторая, это вот такая вот у меня. В стиле греческом. Кстати, у меня такие есть. Большой горшок. Я взяла чуть-чуть поменьше. Я взяла их два. И один пришел колотый. Кстати, один еще можно заказать. Мне сына говорит, мам, еще они есть. У них очень хорошая акция. Где-то 70%. Они стоят очень дорого. Это все керамика натуральная. Довольно-таки увесистые. И цветы, кстати, мне хорошо растут. Мне что нравится. Вот хорошо растут и все. Вот что значит керамика. Примерно 70-60%. 70%. На озоне, по-моему, есть другие рисунки. А вот на Валдберрисе только одни вот эти были. И теперь вот не знаю, заказывать, не заказывать. Еще один горшок. А ну-ка он колотый опять придет. И вот теперь думаю. Задача у меня. Кстати, не очень увесистая. Буду думать, что делать. Заказом, заказывать, не заказывать. Пока еще со скидкой. Вот этот мне жалко. Мне как раз маленьких нужно было две штуки. Так расстроилась. Вот такой объем только на Валдберрис нашла. Это объем идет 1,3 что ли. Ну, еще светофория была. А светофор заехала посмотреть. Что же нового появилось в светофоре? Не удержалась. Купила вот такую штучку. Она дешевая. Примерно то ли 135 рублей, что ли стоит. Вазочка для конфет и печенья. Но я ее не для конфет и для печенья взяла. Дело в том, что когда я делаю рикотту, это мягкий сыр, он такой творожистый. И мы его намазываем на хлеб. Он очень вкусный. Иногда с чем-нибудь перемешиваю. И как раз у меня обычно выходит вот такой вот объем. Емкость. Это 300 миллилитров. И я все время, когда кладу, мне надо чем-то то тарелочкой накроть, то еще чем-нибудь. Неудобно. А тут такая классная вещь. Я сюда положу, крышечкой накрою. Все очень красиво. Цивильно. Думаю, куплю. Как говорится, что уж делать-то. В жизни все пригодится. Тем более фирма вот эта вот очень хорошая. У них посуда качественная и недорогая. Это светофор. Это тоже светофор. Ну, сетка москитная. Муж мне говорит, зачем она тебе нужна? Ты же знаешь, где-то она рвется быстро. Ты же знаешь, кошки порвут. И она работать не будет. Мне муж долго уговаривал. Я несколько раз, кстати, ездил, когда мы в этот светофор еще с весны. Он мне все время отговаривал, отговаривал, отговаривал. А потом я подумала, а что меня отговаривать-то? Я все равно ее повешу. Вот потому что, знаете, какая вещь. У нас здесь вот переход в веранду. На веранде мы всегда открытую дверь держим. Внизу входная дверь. Открывается только по случаю, когда погода позволяет. Она у нас открыта. Вот здесь всегда открыта. Я вот сюда хочу ее повесить. Это ужасно, когда начинается холодать, прохлада на улице. Вот дожди начались и похолодало. И мухи с улицы летят, вы понимаете. Они тут же прям как будто в тепло же тянутся. Ужас. И я прям говорю, не-не-не, я вот сюда повешу. Мне не надо, чтобы у меня в кухне мухи были. И все равно мне что муж говорит. Хотя он долго говорит, кошкам замучаться не ходить. Буду все время это. Научу их ходить через сетку. Ну а теперь Фикс Прайс. Как мы без него? Фикс Прайс – любимый магазин. Я его люблю за то, что там всегда есть что-то интересное найти. Хотя вот в этот раз я поехала в Фикс Прайс и зашла еще рядышком в магазин. Как-то он называется «Хозяйственный маркет», что ли. Я голову потеряла. Вы знаете, я там чуть не потерялась. Муж мне говорит, женщина, выходите из гипноза. Пора домой. Пора, пора, пора. Выгодит в гипнозе. А я встала, я так на полку смотрю. И вот, вы знаете, я потерялась там. Я там реально потерялась. Потому что он говорит, давай что-то берем и идем. Все, выключаемся. Я взяла, сейчас покажу. Чтоб выключиться. Чтоб отключиться, я взяла вот такую штучку. У меня есть такая большая. Но она уже старенькая. Она уже начинает разбираться. Я ее очень, кстати, люблю. Я в ней пироги люблю. Она у меня большая. А эта взяла маленькая. Думаю, знаете, вот иногда прям хочется чем-то такой вот сухофрукты там. Какой-нибудь вот. Ну, что-то насыпать. Такой небольшой объемчик. Там тех же самых выпечку. Какой-нибудь типа печенье или еще что-то. Вот и взяла. Она еще недорогая. Что? 150, что ли, по-моему, рублей. И купила вот такую штучку. Отключилась за гипнозом. И пошла дальше. Ну, там, правда, в глаза разбегается. Столько много всего интересного. Я прям, да речь по тебе. Муж говорит, нельзя тебе в такие магазины ходить. Ты все гипнула с полом. В Фикс Прайс я купила такую досочку. Доска сама по себе плотненькая, аккуратненько сделана. Вообще замечательно. 200 рублей стоит. Ну, 199 рублей я купила нам для съемок. Потому что мы с Юлькой когда снимаем, я использую домашние досочки. Они уже у меня очень старенькие. И все-таки что-нибудь поприличнее. Вообще Фикс Прайс посетила вот для этого. Это подставка для посуды. Ее можно использовать, кстати, как подставку под книги, под журналы. Очень вещь хорошая. Маленькая, аккуратненько. Можно регулировать. Я купила подсых. Дело в том, что когда головку сыра ставишь, обсыхать, да, и на обветривание, они, соприкасаясь, начинают покрываться быстро плесень. Нету циркуляции, плесень образуется. А здесь очень удобно. Раз, раз, раз. Они между собой не прикасаются. И очень хорошо для сыра. И именно для этого я и купила. Кстати, купила их две, потому что сыра-то много у меня. Он же зреет. Некоторый сыр до полугода должен зреет. У вас такая штука есть? Есть. А у меня не было. Думаю, куплю, попробую. У всех есть, а у меня нет. Я решила попробовать. Вы знаете, я никакого кайфа не поняла. Мне муж говорит, как так? Я ему делаю, он такой говорит, давай продолжай. Мне очень нравится какая-то. Можно, говорит, еще вот так? Вот тут нарисовано, что за такими движениями. Он говорит, так хорошо расслабляет. Все, муж подсел, он теперь с ней сидит. Я его попросила только этикеточку не снимать, а то говорю, обзор у меня. И вот он сидит вечером, отдыхает с ней. На меня вообще никак не действует. Я думаю, что там недокого? Так я не поняла. А вот, видимо, у меня поэтому ее и не было до этого. Видимо, у меня не очень чувствительная кожа головы. Но мужу нравится. Значит, будет у мужа. Ну, как я могла бы пройти в фикс-прайсе такой агроперлит. Теперь вот еще раз пойду в фикс-прайс. Потому что думаю, зачем я одну взяла? Надо было больше взять. Я сейчас буду пересаживать цветы. Агроперлит везде буду добавлять. Потому что агроперлит действительно очень хорошая вещь, которая дает возможность развиваться корневой системе. А еще агроперлит, знаете, для чего хорошо? Его можно использовать в качестве прослойки, когда вы храните овощи. Фрукты и овощи. И вот, допустим, если на зиму закладывать яблоки или еще что-то, использовать очень хорошо агроперлит. Прямо вот просыпать. Да. Просыпаете. И вот эта влажность, которая находится, она будет впитываться именно агроперлитом. Поэтому я просто удивилась, почему я взяла один. Фикс-прайс меня любит. И я его тоже. Я купила вот такую терочку. Ну, я просто забалдела от нее. Она, кстати, очень остренькая. Очень классненькая. Ну, думаю, вот иногда цедру подстереть. Раз-раз-раз. Вот прям чуть-чуть надо что-то потереть. Хорошая вещь. Или сыр. Купила. А мужу, говорю, повешу в машину, будет у меня брелочек. Разве можно такую красоту пройти? Вы посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, какие там ягодки. Посмотрите, какие там фрукты. Ну, она прям вот просится, чтобы ее поставить на стол, джем в нее или повидло положить. Варенье. Ну, прям просится туда положить. Обычно вот мы немножечко кладем же такого, да, ведь много не кладем. А вот сюда налили там с чаем или с салатушками, с блинчиками. Красота. Ну, прям душа захотелось. Возьму, говорю. Возьму, возьму, возьму. Ну, а это я не обошла с нами. Я зашла в фикс прайс и пошла в косметический отдел. Почему-то мне туда потянуло, прям потянуло. Хотя очень редко что-то покупаю в косметическом фикс прайсе. А тут прям, знаете, зашла такой фикс прайс хороший. Там все на своем месте. Все вот. Прямо стоишь и прямо ты все видишь. И у меня глаза разбежали. Столько много вещей интересных. Я, кстати, там много косметических средств купила. Здесь я не все еще показываю, что куплено было в фикс прайсе. Будет это на обзоре обо всем с Маруси. Вот взяла чудо-пяточки для тестирования. Хочу попробовать, чтобы со своими подписчиками поделиться, стоит ли такие вещи покупать в фикс прайсе. Потому что действительно вещь интересная. Корейское производство. Проверю, если работает, обязательно специально буду проверять на одной пятке своей. Одну пятку трогать не буду, а другую пятку буду обрабатывать. И посмотрим разницу. Вот эта штука очень понравилась. Я вау! Я, хотя такой человек, косметические провоцедуры у меня очень специфичные. Я провожу обычно обмыванием трав, отварами, льдом. А тут, знаете, вот мусс-пенка с такой насадочкой классной, силиконовой. О! А я не видела. Она, оказывается, так легко снимается. А когда я показывала обзор, я не видела, что она так легко снимается. Ах, как классно! Вы нажимаете, оп, пенка. И начинаете лицо свое обрабатывать пеночкой. Пеночка очень мягкая, нежная. Сначала пленочка появляется, потом пленочка исчезает. Я не помыла рукой, но пленочка исчезает. Намыли, обмыли водичкой, сняли силиконовую эту, обмыли, все чистенько. Очень удобно. Я очень была, конечно, удивлена. И я взяла. Хотя для меня такие вещи очень редкие. Очень порадовало. Так что 149 рублей она стоит. Там, кстати, они с разными наполнителями. То есть можно подобрать себе по вкусу. Не думайте, что я такая транжирка. Хотя да, я, наверное, транжирка. Ну, хотя вообще, по сути, мне даже вот дочь говорит, мам, у тебя крутится в голове что-то из чего-то сделать. Ну, как бы не тратить деньги, а что-то из чего-то сделать, заменить чем-то. Но есть момент. Вот, допустим, вот подставка под сыр. Я могла бы своими руками сделать. Так? Но это бы пришлось очень долго мне бы все это обрабатывать, там, собирать. Я бы придумала, как это сделать. Но оказалось, проще купить. Вот иногда проще просто вот купить некоторые вещи. Вот это вот, конечно, не сделаешь сам, да? Допустим. А есть вещи, которые просто вот хочется приобрести. Вот иногда для каких-то своих личных нужд. Ну, я не знаю. Ну, те же самые горшки, вот, допустим. Почему бы и нет? Я вот, если уже хочу, чтобы они в одном стиле были, значит, в одном стиле. Да, конечно, это очень дорогое удовольствие, но я же не просто покупаю. Я очень экономная. Я стараюсь покупать в тот момент, когда есть акции, скидки и так далее. Да, конечно. Я тоже иногда жаба, знаете, как мучает. Ну, я потом сижу, думаю, что же я такая транжирка? Зачем же я так много трачу? А потом думаешь, ну, я же ведь не просто так трачу. И опять же, трачу свои заработанные, не чиниже. Ну, так ведь. В цитине фикс-прессе есть такие вещи, которые, ну, прямо вот из года в год покупаешь. Потому что радует. Иногда там такие вещи покупаешь, которые в магазинах несколько раз дороже. И тем самым фикс-пресс очень хорошо радует. Я этот магазин люблю, уважаю. Хотя кто-то там сказал, вы, говорит, зарабатываете, что ли? Вам платят, что ли, фикс-пресс? Фикс-пресс в жизни никому никогда не платил. Зачем ему платить, когда у него столько своих людей, которые сами туда приходят? Потому что дело в том, что очень многие там покупают. И вот я еще раз повторюсь. Я сама такая же. Я захожу на обзорчик чей-нибудь, да, фикс-прессовский. Мне очень интересно посмотреть, что новенького появилось. И зачем фикс-прессу платить человеку, когда и без этого люди будут смотреть? Потому что этот магазин не требует рекламы. Он сам по себе живет. Его создали люди. Потому что вот именно правильно создан этот магазин. Дело в том, что, видите, в таких магазинах есть определенная специфика. Правильная, логически сложенная вот эта вся логистика. Там можно найти все. От и до. Я, кстати, продукты не очень там. Вообще никак-то вот не покупаю вообще продукты. Поэтому и никогда не показываю. Но я и в светофоре не покупаю продукты. И в маяке я не покупаю продукты. Потому что многие продукты, которые я покупаю, если в магазине, то они, соответственно, только определенного вида. И что интересно, вы приходите в фикс-пресс? Вот хоть огородник пришел, что-то для себя нашел. Хоть человек, который для дома что-то ищет. Детские игрушки, женские вещи. Для мужчин какие-то даже вот там есть инструменты или еще. По мелочи вы что-то можете и все имеет определенную, как сказать, цену, которая социальная цена. То есть она не превышает цену. Если вы, допустим, придите в другой магазин, да, допустим, ну вот пришли в магазин посуды, вот эта кружка будет примерно стоить в магазине рублей 70. Это минимум, что она будет стоить. Здесь она 39,50. В два раза дешевле. Естественно, конечно, это привлекает. Потому что она хорошего качества, она хорошо сделана, она симпатичная и стоит недорого. Ну что такое 39,50? Муханка хлеба дороже стоит. А кружка вам прослужит не один год и будет радовать. Вот купите вы эти чудо-пяточки 100 рублей. Придете вы в аптеку, чтобы купить крем с мочевиной, хороший крем, не меньше 150-200 рублей. 100 рублей. Вот косметическое средство, хорошее, прям вот с насадочкой, все симпатное, 149 рублей. В магазине оно будет 250-300 рублей. Определенная цена, сниженные качества, они хорошо сочетаются, и люди, приходя в фикс-прайс, всегда притягивают их. И они там могут взять очень много полезных вещей, мелочей, не за небольшую плату. Да, в фикс-прайсе в последнее время цены, конечно, тоже стал поднимать. Кошмар, кошмар. Но там можно купить такие вещи, которые мы считаем по своей сути одноразовыми. Вот многие вещи, которые покупаются в фикс-прайсе, они, я имею в виду, мелочевка, они одноразовые. Вот, допустим, те же салфетки. Вы же их использовали, выкинули, да, И когда вы покупаете за дорогую цену, жалковато тратить такие деньги, а там это дешево, недоступно. И, соответственно, оно притягивает. Многие люди поэтому и любят фикс-прайс. Не то, что там, как многие говорят, нищеброды. Такие вот вещи я очень люблю в фикс-прайсе, потому что они качественные, сделаны очень хорошо, ничем не хуже тех вещей, которые можно купить в брендовых магазинах. И стоят они несколько раз дешевле. И поэтому не надо так относиться к этому магазину каким-то там. Мне очень он нравится, я люблю в фикс-прайсе. А еще люблю, знаете, знаю эту тему. Я еще раз говорю, туда приходишь вот прям по любопытству, как муж говорит, все, гипноз работал. Уходим, уходим. Потому что вот я очень редко хожу по магазинам. Хоть вам кажется, что я часто показываю, я очень редко бываю в магазинах. Магазины я посещаю, ну, от силы раза два за месяц. Все магазины, включительно и фикс-прайс. Я могу в месяц даже ни один раз, ни разу не сходить в магазин. Вообще ни в какой, даже в продуктовый. Иногда в продуктовый заходим, за хлебом, потому что сейчас лето, жарко, я стараюсь хлеб не печь, потому что, когда жарко, плита нагревается очень тяжело. Кухня маленькая, хлеб не пеку, поэтому ходим за хлебушком. А так вообще не ходим в магазин. Стараемся, ну, как бы, только по необходимости. поэтому не такие уже у меня частые покупки. лето,